Скорый поезд Увези меня отсюда Здесь оставил Редомным давно покой И осталась мне всего одна минута До того, как я услышу голос твой Выйду я на нужной остановке Скорый поезд Увези меня отсюда Здесь оставил Редомным давно покой И осталась мне всего одна минута До того, как я услышу голос твой Скорый поезд Увези меня отсюда Здесь оставил Я давным давно покой И осталась мне всего одна минута До того, как я услышу голос твой До того, как я услышу голос твой До того, как я услышу голос твой не слышно сейчас плохо ну да немножко тормозить и где вы находитесь я в квартире а вы на службе я вижу или в квартире я тоже факт или внушли в форме но понятно я вас понял а вы где в каком городе нос украину но это не город город важен если с украин харьковская область а город город купинск я знаю ваши места купинск город купинск узел туда на малойке дворечная пограничная станция 5 это в общем то что 5 веток до купинска третье место сажмеринка делится как железнодорожный узел украины 3 1 харьков 8 магистра это не веток а называется магистральных направлений ну 2 лишь путь листуржики такие вот такого рода хоровами за второе место львов занимает 6 магистральных направлений а третье место делят же меренька и купинск 5 магистральных направлений по 5 магистральных направлений вот что значит видно работник стальных магистрали работал это моя не мама не основная моя балде деятельность но работал несколько лет начальником поезда кстати самого дальнего в мире поезда как какой самый дальний мире по в поезд который попал в ладивосток то на вся 3 харькова владивосток молодец до вся 3 поезд 53-54 харькова владивосток был цифрами у меня не напугает девять тысяч четыреста восемь девять километров по моему в одну сторону не мерил знали или 580 где-то в общем девять с половиной там плюс-минус 50 а девочек находится в россии канаде канаде диаспора канадская ну как я русский по национальности хоть из харькова украинцы есть идиот ваша жизни непонятно шалька я так хорошо знаю ваш купинск я и харьков хорошо знаю те и вы лучше чаку пенс вернее да ну купон 120 километров там лежу я там учился у запы бывший ну да в центре прямо серое здание да это историческое там только не учился стали сталинский ампир да ну да даже раньше ничего себе некоторые может здание у сталинского двадцатые годы это здание университет образовался харьковск а вы знаете конечно харьковский университет 3 в российской империи после москвы и питера третий был ломоносов 1800 комната мне помню году образовал университет первый в империи российской но это он в питере организовал а третье от речи был в 1805 году в харькове основан да правильно но один единственное что казань может поспорить и за третье место потому что император александр первых подписал одновременного к за 1 указа бы об организации двух университетов в казани и в харькове но в харьков прибыли раньше хотят да хоть и из питера хоть и и дольше чем доказание потому что дороги были лучше вся провизия оборудования вот люди профессия профессора там приехали в харьков за вашу можно пожалуйста за вашу тоже вам это интересно что я рассказываю но интерес вот так вот александр первый подписал указ организовать организовать университетом в казани в харькове одним указом и в харьков приехали раньше поэтому харьков считается 3 чем в казань хотя харьков дольше было из петер ехать на дороге были лучше поэтому все приехала раньше оборудование люди и так далее но казани она говорит что мы же первые в потому что по алфавиту буква к раньше чем х да мы первые в указе значит мы 3 они вот так считают но кроме казани вообще российской империи считается что 3 несят харьковский отказание считается их казанский вот такие новости это я проверю разрешите с вами познакомиться меня саша как вас олег меня зовут там и получится в канаде не говорят по отчеству я стала шесть канады тут никто не говорит ну канаде сейчас мы тут но василич называете неважно да понятно ну смотри скоро задавай вопрос вопрос хотят задать задавай ну хорошо приятно было побеседовать давай всех благ заходи на канал тебе понравится а а а и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть один... Уровень интеллекта у Миколы Рушницин, а в самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Воронеж передали. В 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну еще... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Ты машинской силой днемною! Не раджевой зимой! Субтитры делал DimaTorzok